Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ну вот, мы услышали знакомые позывные, а значит, в эфире программа «Радиоблог» Игоря Цесарского. Но прежде чем мы начнем, мне бы хотелось поздравить с праздником Суккот, который начинается сегодня вечером, если я не ошибаюсь, Аксукот Самиах. Ну и завтра праздник, но об этом расскажет гостья или соведущая Игоря Цесарского. Добрый день, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, естественно, присоединяемся к этому поздравлению и к тому, что все верующие, ну и, скажем, все остальные евреи будут праздновать этот праздник, и все сочувствующие в том числе. Вот. Ну а сегодня мы, в общем-то, поговорим, может быть, о более прозаических вещах с моей коллегой, соведущей нашего ТВ-клуба Елены Приговой, хорошо вам известной. И, кстати говоря, прежде чем мы начнем, я хотел бы адресовать вас на наш ТВ-клуб. Если вы зайдете, вы не пропустите последний по времени выпуск, где Лена беседует с нашими двумя очень интересными друзьями. И тема, которая там затронута, она касается 17 сентября вторжения Красной Армии в Польшу. Это история, это взгляд на историю с нашего дня, с наших дней, с 21 века. И мне кажется, там было очень много сказано того, о чем вы, ну, скорее всего, не прочтете в прессе, особенно если это пресса российская. Вот. А сегодня мы поговорим о наших американских делах, проблемах. И, в первую очередь, о вопросах, которые связаны с границей. Ну, граница наша открыта. И вот с этого, наверное, мы и начнем. Наверное, Лена, как всегда, информированная, как всегда, с фактами, в общем-то, расскажет, что там происходит в текущий момент, потому что все эти цифры мы не успеем назвать, а там еще 3000 добавляется. Ну, в общем, вот такая ситуация. Лена, привет. Привет. С цифрами. Здравствуйте, чикагцы. Здравствуйте, все. Я хочу заранее поздравить наших православных слушателей, потому что у нас не только евреи слушатели, но и православные тоже. Завтра большой православный праздник, так что я вас поздравляю с Рождеством Богородицы. А все вот эти праздники, они о добре и о нас, о людях, о нашем отношении к себе, к жизни и нашем отношении к Богу. Потому что в наше безбожное время, когда переписывается абсолютно все, нам всем необходима защита. А защита от нашего правительства мы видим какая. Защита от эпидемии мы тоже видим какая. Мы не защищены вообще. Поэтому каждый человек, который обращается с именем Бога и просит его, я всем желаю, чтобы все просьбы были услышаны. Это очень важно в наше время. Но вернемся к делам нашим грешным, на нашу грешную землю, в нашу грешную страну и весь мир. Потому что каждый день приносит такие, честно говоря, страшные новости. От этого страшного становится, когда начинаешь анализировать факты и пытаться отделить факты от лжи, становится не совсем уютно. Потому что то, что произошло за 8 месяцев с нашей страной, уже почти за 9 месяцев с нашей страной, оно только разве что фильм ужаса можно снять. Мы видим постоянно, каждый день что-то рушится. Фундамент государства под названием Соединенных Штатов Америки и кирпичик за кирпичиком вот просто выпадает, выпадает, и здание покосилось. Оно настолько покосилось, что оно скоро рухнет, и мы все останемся под этими обломками. Я хорошо помню, как распадался Советский Союз. Я хорошо помню, как распадались бывшие страны соцлагеря. Я хорошо помню это все, потому что мы все тогда наблюдали за этим. И помним все причины. Когда мы начинаем сейчас анализировать, все, что можно сказать, у нас кризис власти. У нас нет государства, в котором есть власть. У нас есть совершенно невменяемый, синильный старик, управляемый, потому что это не он управляет страной, это им управляет. У нас есть, извините, идиотка, его заместительница, которая пустое место, абсолютно пустое место, которое кроме лошадиного смеха ничего больше на гора не воспроизводит. За лошадиным смехом идет лошадиный помет. Во всем, абсолютно во всем. Нет еще ни одного пункта их деятельности, который бы они не смогли проиграть. Потому что когда нам говорят, что we failed, я хочу сказать, да, это мы. Потому что это нам избрали и назначили вот этого человека, который не отвечает ни за что. Он не может ни за что ответить, потому что он находится в том состоянии, когда ему должны помогать исключительно психиатры. То же, что касается границы, это следствие его политики, открытых дверей. Это следствие не его даже политики, это следствие политики вот тех глобалистов, которые, собственно, его назначили. Глобалисты, глобальный мир. Мы прекрасно понимаем, чем этот глобальный мир живет и чем это все закончится для нас. Государство без границ прекращает существовать. Вообще. Потому что граница – это один из признаков государства, в котором есть свои законы, внутренние законы, есть власти, и есть исполнительная, в конце концов, та самая власть, которая обязана защищать своих граждан. То, что происходит сейчас в Техасе, является совершенно страшным, потому что в июле месяце, да, по-моему, это было в июле, было 211 тысяч нелегалов, которые пересекали границу. В августе месяце 208 тысяч нелегалов пересекли границу. А сейчас у нас кризис еще и гавайский. По-другому я не могу назвать. Знаете, гавайские гитары хороши. Гаити. Я уже прошу прощения. Гаити, понимаете? Вот Гаити нам дало на сегодняшний день, ну, пока по последним подсчетам, 15 тысяч уже. Их уже пытаются вывезти обратно в Гаити. За наш счет, опять же. Но то, что происходит непосредственно... Лена, извини, я тебя перебить должен. Не обратно в Гаити. Это люди, как выяснилось, прибывшие вполне себе из Чили и других стран, куда они уже 3-5 лет назад смотались из Гаити. И теперь, когда они уже, в принципе, живут не у себя дома, и при этом они все как положено, у них у всех сотовые телефоны и все прочее. Понимаешь, что происходит? То есть, сами Гаити, которые вот, ну, очередной раз пострадавшие, переворот плюс землетрясение, там-то и нет. Скажи, пожалуйста, ну, неважно, есть там они, нет там. Ну да, формально это они. Там сейчас находятся люди в большом количестве, которые прорывают прорванную границу. Они пересекают вот в самом таком спокойном месте, под мостом, как говорится, пересекают нашу границу. Штат Техас уже взывает о помощи. Все остальные наплевали. Я напомню, что у нас вице-президент отвечает за вот эту политику, которую политикой назвать нельзя. Но все равно, что открыть все шлюзы и сказать, ну, теперь, извините, у нас потоп. Так вот, открыли шлюзы, и у нас потоп. И что с этим потопом делать, никто не знает, потому что для того, чтобы закрыть шлюзы, нужен правильный сантехник. А у нас стоит у власти человек, я написала, что, знаете, он мне вот этот дец-председатель. Самый настоящий дец-председатель, который 72-го года при Никсоне сидел, при Форде сидел, при Картере сидел, при Рейгане сидел, при Буш и Папе сидел, при Клингане сидел, при Буш и Сыне сидел, при Обаме на ликом. Лучезарно, да. А теперь его посадили. Стром дали всем нам. Хорошо, хорошо. Еще бы характеристику маленькую каждому вообще бы делали. Ну, да, можно, конечно. Да, при Клинтоне, саксофонисте, ну и так далее. Ну, это, конечно, естественно, но просто, когда мне говорят о вец-председателе, теперь уже дошло до того, что им недовольны свои же. Свои же. А меня порадовал, например, то, что его уже критикуют. И свои тоже. И наш неутомимый Адам Шип требует разбирательства. Это сегодня последние данные. Требует разбирательства по поводу атаки дронов в Афганистане и гибели людей. Как-то они зачесались так очень долго. Они так долго прощали все, ну, а дальше они просто понимают, что они власть теряют. А как не потерять власть, когда, ну, как может быть иначе, если человек абсолютно вот по всем пунктам проиграл. Потому что вся политика Трампа была, оставайтесь в Мексике, это был единственный возможный способ хоть как-то урегулировать эти толпы нелегальных иммигрантов. А получается так, что толпы нелегальных иммигрантов, они ломают абсолютно всю такую прекрасную картину мира, которую нам написали демократы. Эти люди приходят, как правило, больными. Они приходят и приносят в нашу страну абсолютно все. То есть официально въехать в страну теперь, вот это тоже данные, с ноября месяца, не имея паспорта вакцинации, без этого паспорта вас не пустят в Соединенные Штаты Америки. Но не имея паспорта вакцинации, можно спокойно пересечь границу, можно спокойно попасть внутрь страны, можно спокойно наплевать на все законы. Потому что закон этим людям не писан. Закон писан законопослушным границам. Лен, вот это последнее, самое поразительное и самое, кстати, гнусное. Почему? Потому что пересекли они границу. Ну ладно бы эти люди были в каком-то условном отстойнике, или как назови, как хочешь. Но нет, их сажают в автобус и везут в неизвестном направлении. Но отнюдь не для экзекуции или для ареста, а для того, чтобы они растворились на наших необъятных просторах. И каждый из штатов, а я думаю, что тут тоже есть наверняка свои идеи, куда их именно везти, получает вот этот набор. Всего совершенно того не ожидая. Самое главное, то, что получает тот же Техас, который вот этого городка, который вот приграничный, там демократ, демократ-мэр, он взывает... Он возопил, конечно. Да, он возопил, и всем абсолютно наплевать, потому что у нас... Ну как же, как же Байден? Байден не решает ничего. Байден у него в отпуск, он мороженое жрет. А Камала Харрис... А Камала Харрис... Ну это же... Это просто... Когда эти фотографии тиражируются, в тот момент, когда в стране такой кризис, они продолжают настаивать на полной вакцинации. Сегодня радостная благая весть поступила о том, что Файзер заявил, что уже можно спокойно и безопасно с 11 до 5 лет детей уже вакцинировать, что они уже провели исследование. Когда они успели провести исследование, никто не знает, но они уже провели. И вот эта настойчивость по поводу вакцинации, которая не касается ни вот этих сотен тысяч нелегалов, которые штурмуют границу, которые проникают в страну, она несколько поражает. Точно так же, как поражает... Вот уже кредит доверия исчерпан. И мне понравилась передача NBC, вот Sunday Today, ведущий тот, он дословно сказал, я думаю, что у Байдена довольно большой кризис доверия, потому что все эти проблемы, которые в некотором роде появились после того, как он сказал, что-то в основном прямо противоположное. То есть он что-то говорит, а мгновенно вот он проговаривает, он желаемое выдает за действительное. Ну, я еще раз говорю, тут психиатры нужны, но над нами ставят эксперимент, и весь мир над нами смеется. Потому что куда только не пришел Байден, везде кризис, абсолютно везде кризис. И этот кризис, меня, честно говоря, я даже не знаю, сначала очень переживала, теперь меня радует, потому что чем хуже, тем лучше. Ситуация должна быть доведена до такого абсурда, чтобы после него уже точно народ, может быть, вздрогнул. Но с другой стороны, пересмотр отзыва Гевина Ньюсома в преслопамятной Калифорнии дает право понять, что как бы народ не хотел, все-таки мы вернемся к сталинской формулировке, что все зависит от тех, кто считает голоса. Фух, конечно. Но это не значит, что нужно сидеть, это не значит, что нужно не отвечать, это не значит, что не нужно сопротивляться. Ну, вот об этом, об этом, о, как раз хотел тебя. Субботу. Субботу, да. Ну, ты мои мысли читаешь, я тебя не боюсь, но поскольку мы с тобой такое время вместе проводим каждый день в эфире, то мы запросто уже можем там шутка номер один или там еще что-то, еще что-то. Знаками объяснят. Знаками, да, условные знаки. Разработать свой язык общения. Я хочу сказать, что то, что произошло вот в субботу, когда ожидали там 700 человек, протестные по поводу вот этих несчастных J6 арестованных, которые просто попали под раздачу и колесо их вот это Байденовской демократической партии сразу шульмовало, заранее не назначили всех, кто придет в ультраправые. Ну, я не знаю, просто каждый человек, который сопротивляется вот этому безумию, теперь попал вот в ультраправые. А что делает ультралевые весь год, мы сами знаем, но как бы никого там не было. Меня порадовали наши, я их назвала, гладиаторы, которые приветствуют Цезаря, идущие на смерть приветствуют тебя. Вот в такой экипировке я увидела современную полицию. И в каком количестве, заметь? Количество было ровно, я не знаю, в разы больше тех, кто там собрался. А там собралось максимум 400 человек. Причем мирные. У одного, правда, обнаружили, задержали одного человека с оружием, с пистолетом. Он, как оказался, был undercover. Оказался своим же. Своим оказался. Ну, второй, у которого нашли нож, тоже непонятно, какое отношение, и был ли он. Никакого. Абсолютно никакого. И двоих задержали, которые нарушили предписание не покидать Техас, их задержали там, за свои нарушения. Вот и все. Гора родила даже не мышь, какого-то клопа, который не поддается. То, что это была провокация, это понятно. То, что не стоило туда приходить, это тоже понятно. Потому что все эти демонстрации, они давно никому ничего не говорят. Они давно никому ничего не говорят, но порадовала меня огромная решетка, огромный забор, такой красивый, металлический сбор. Мы за него заплатили, кстати. Это наш забор. Но заметь, заметь, по-любому, ведь самое главное было найти опять очередную связь вот пришедших с Трампом, ну и с некоторыми другими лицами, которыми они очень недовольны по сей день. Трампа 8 месяцев нет. Вот как раз, да, сегодня у нас что, 20-е. Вот 8 месяцев ровно, как его уже нет в Белом доме. Но он постоянная мишень. И, конечно же, то, что они не смогли хоть как-то, да, привязать вот то, что там происходило, но ведь никто не бросался ни на амбразуры, никто на этих, как ты говоришь, гладиаторов тоже не кидался. Все прошло так вообще тихо и незаметно. И это неинтересно. И все СНН плюнули. Зачем им эта информация? Где нельзя прицепить к Трампу все, что только можно. А ты понимаешь, я жду, когда вот настолько вот они сами будут недовольны тем, кого они назначили. Я не говорю, выбрали. Нет. Нет, не выбрали. Назначили, конечно. Назначили, потому что когда мы говорим о 15 миллионах непонятных бюллетеней, которые вообще пропали во время подсчета, 15 миллионов. Да? Только сегодня статья в континенте как раз на эту тему. Ну, понятно. Видишь, как замечательно. 15 миллионов неучтенных, пропавших голосов избирателей. Вы понимаете, о каких цифрах мы говорим? Мы говорим о страшном подлоге, но нам запрещается это говорить, потому что мгновенно бабах и тебе повесят лейбл. Что ты такой, сякой и прочее. Но, честно говоря, вот во всей этой ситуации меня сейчас больше всего волнует, конечно, наша ковид-обесия и очень отрадно то, что в Нью-Йорке прошел огромное ралли прошло. Многотысячное. против вот этой дискриминации. Против дискриминации, потому что по-другому назвать нельзя. Это драгоновские меры. Они разделили народ на привитых, непривитых. Они ввели вот эти карты. То есть это фашизм в чистейшем его проявлении. В чистейшем. Никого не волнует, сделала я прививку или не сделала. Это не ваше дело. Потому что мое здоровье это мое здоровье. Это вас не касается. Вместе с тем, то, что творит Байден с лекарствами, которые необходимы, это тоже продается. Просто судить его за это надо. За это надо импичмент. Потому что это он уже покусился на здоровье американских граждан. Он покусился на границу, он покусился на военных, он обвел кризис везде. Теперь мы говорим о здоровье американских граждан. Потому что он обязан за это ответить. Я надеюсь, что все-таки найдутся вменяемые в Конгрессе люди. Потому что статья импичмента и не одна. Там уже есть. Там уже она просто плачет. Вейл. Фальшивый президент Боюсь, что это дело скорее общественное, нежели политиков, которые, как показало время, обладают большим свойством таким. Их продажность уже не подается даже какой-то характеристике. И за редким исключением, Лен, буквально несколько человек, мы их можем перечислить, пальцы одной руки хватит. Тех, кто в Конгрессе или в Сенате, именно республиканцы, последовательные, постоянные и готовые иногда на ту самую амбразуру кинутся. Остальные вряд ли. Как только они почувствуют давление своих избирателей, даже демократы зачешутся. А так это, понимаешь, это будет теннис. Я хочу сказать, то, что начинает дробиться, оно начинает дробиться и дальше. Очень хороший звоночек такой от Эндрю Янга, который свою партию теперь решил организовать. Это, я напомню, был один из претендентов на пост президента Соединенных Штатов Америки, бизнесмен из Нью-Йорка, а он покинул и разорвал с демократической партией. Естественно, он оттянет свои голоса. Чем больше голосов они будут оттягивать, тем лучше. Единственное, что во всей этой ситуации мне меньше всего нравится, это поведение республиканцев. Просто меньше всего нравится. Мы разговаривали, я разговаривала в пятницу с Марией Рутенбург на эту тему, как раз она очень активно занималась отзывом и она просто настолько разочарована в поведении республиканцев, которые просто вот никак, они никакого участия не принимали в этом. Они умыли руки. Вот эти люди, сидящие на своих должностях, со своими синекурами, синекурами, они это самое большое зло, которое существует в Америке. Действительно, две партии, которые в настоящее время изжили себя, потому что ни одна из них не соответствует интересам американского народа. На этой радостной ноте я хочу сказать, что должна быть рекламная пауза. Это совершенно точно, ну а про Дипстейт уже даже ребенок знает, что это такое, и что это не одна из партий, а что это представители лучше обеих, а сейчас реклама через несколько дней мы... Дней. Вот это да, здорово. Через несколько минут мы будем с вами опять. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Ну а пока продолжим? Ну продолжим, да. Я напомню только что с нами Лена Пригова, да, кто не слушал нас с самого начала. Я не одержусь, я послушала рекламу о козе, я вспомнила оригинальный анекдот о том, купи козу и продай козу. Это вот по поводу дома. Лен, звонки Человек просто покупает дома, потому что он так счастлив, когда он его продает. Хорошо, есть звонок, попробуем принять. Добрый день. Да, ну по поводу отказа от масок, вакцинизации, вы, конечно, имеете право на свободу поступков в Америке, но этим вы будете распространять заразу. Так как и ваши передачи... Специально для вас Бориска опять потерял таблетку с утра. Серьезно? Официальные лица доктор... Когда ты приходишь. Я так люблю таких людей, они не знают семейного президента, это из одной категории. Специально для Бориски. Специально для Бориски. Твой идол доктор Фаучи сказал на всю страну, что вакцинация не гарантирует вам того, что вы не заразитесь или не передадите заразу. Так вот, Сергей, понимаешь, есть же четкая статистика, где четко сказано о том, что количество людей вакцинированных является очень хорошими передатчиками дальше вот этой заразы. Да, да, это именно так. Поэтому, господа, всегда фильтруйте информацию, которая поступает. Кстати, по поводу вакцины. У нас везде вводят паспорта вакцинации. народ, конечно, сопротивляется, потому что бизнесы элементарно выходят из бизнеса. Количество людей не вакцинированных достаточно большое. И эти люди вместе с вакцинированными протестуют. Вот как я сказала, был такой протест. Но у нас закон не писан для членов нашего Конгресса, которых обязательно вакцинация не кастулась. Они же небожители, но как положено всем небожителям, этого не может быть. То есть, что хотят, то и делают. Вот интересно, будут проверять у них наличие вакцинации, когда они заходят в здание Конгресса? Потому что, честно говоря, там давно пора... Да там столько заразы, что можно просто... Совершенно верно, но там положено уже давно меловой круг провести. Так, у нас звонок есть, или уже нет? Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, насчет уколов я придерживаюсь с вашей точки зрения, потому что, как говорится, то, что ни на что не влияет, и когда правительство это заставляет с таким упорством делать, значит, это приносит только вред. Я к этому правительству иначе не отношусь. Кроме вреда, они ничего не могут принести нашему народу. Поэтому надо избегать первой возможности. Вот я хотела спросить насчет вот этого нашествия. Я видела по Факс Ньюз вот эту картинку, как они сидят под мостом. Такое впечатление, что люди приехали на пикник и сидят там в Сирисе, отдыхают, общаются. Но я только не поняла, что это за мост. Мост какой-то необыкновенной длины. Это что, мост из Мексики в Техас или в Мост? Да, да, да. Это международный мост. Так может быть вообще перегородить и взорвать его? И пусть уходят пешком по взорванным не имеют права. Вы не имеете права. Я считаю, что это не слышала. Потому что вы сейчас призываете и вы сказали такую вещь, от которой, честно говоря, у меня все сжалось внутри. Там люди находятся, неважно. Там находятся люди. Запомните это. Ну и вообще, сам по себе мост, он никому еще вреда не принес. А вот те, кто не держит границу, скажем так, на замке, вот, некий, вот, знаешь, вспоминаю я такой был персонаж в Советском еще Союзе, Карацупа со своим верным псом. Так вот, где же наши Карацупы? Черт вас. Я хочу тебе сказать по поводу Карацупы в далеком предуснопамятном моем телевизионном прошлом я снимала, вот прошла всю западную границу Советского Союза, начиная от Одессы и заканчивая там подликом в Эстонии. Вот там я прошла это все, я видела этих собак, я видела этих Карацуп, которые управляют этим, и вот этих собак, когда я забилась, честно говоря, в автобусы, я боялась выйти, потому что вот собачки, вот эти миленькие собачки, они могут тебя растерзать. Поэтому было бы желание навесить на границе, было бы желание, потому что, например, уже бывший директор ICE, нашего иммиграционного пограничного контроля, он четко уже дал понять, что вот то, что происходит, это вот именно вина этой администрации, вина администрации, которая поставила всю страну в те условия, которые она поставила. Лен, извини, там есть звонки, давай мы постараемся ответить на максимальное, если уже они едут. Только если мосты не будут взрывать. Да, хорошо, конечно. Алло, алло, да, говори, пожалуйста. А, здравствуйте, я хочу вас убедительно попросить, вот этот звонящий Борис, который таблетку не принял вроде бы, помогите ему написать официальное письмо в Конгресс на имя Пелоси, чтобы они вакцинировались, потому что они нас могут все заразить. А так как он не может это написать, он мучает наши любимые Хорошо, давайте не о нем, давайте все-таки больше о том, о чем мы сегодня говорим. Границу закрыть на замок. А об этом несчастном уже пусть он сам о себе заботится. Хорошо? Границу закрыть на замок. Да. Правильно. И мы за то же. Расскажите как? Вот только вот как, да, вот это вопрос. Без воли политической это все звучит благими пожеланиями. Благими намерениями быстрого дорога сами знаете куда. У нас был президент, который имел план. И притворял его, кстати. И притворял его, успешно притворял. Теперь вот эта администрация, которая все отменила, создала кризис, она постепенно возвращается к тому, что должно было быть осуществлено. Но поезд ушел, и мы теперь имеем тот кризис, который, знаете, всегда исправлять ошибки гораздо сложнее, чем их не совершать. Это правда. Ну, тем не менее, жизнь продолжается, даже несмотря на все эти кризисы. и мы ждем, ждем той или иной информации, которая подтвердит, вот, что касается вот этих 15 миллионов неучтенных голосов. Мы ждем действительно какого-то шевеления все-таки от тех приличных людей, которые остались в Конгрессе. Все-таки вот насколько, Лен, твои надежды именно на законодателей, мы понимаем, когда флюгеры такая штука, вот ветер подует в определенную сторону, они все оживут, вдруг начнется, мы это знаем. Но вот действительно начнется или как ты считаешь? Ты понимаешь, в чем дело? Теоретически, да, практически я не верю в то, что вообще что-то может произойти, потому что в отличие от республиканцев, которые абсолютно не едины, демократы своих не сдают. Они их тушкой, чучелом, будут тянуть и будут поддерживать. Единственное, что меня вот, например, порадовало, то, что депутат сената Элизабет Макдонов недалеко вчера, в воскресенье, нанесла серьезный удар надеждам демократов на включение возможности получения гражданства вот тем миллионам нелегальных эмигрантов, в которые демократы хотели внести вот эту повестку в три с половиной триллиона долларов. Ну, то есть еще сюда этих нелегалов. И она сказала, но пасаран. Теперь, естественно, недовольный шумер создает шум, вот так положено. И до тех пор, пока все эти пилоси, все эти шумеры, все будут сидеть здесь, мы будем иметь кризис, потому что они как раз вот те основные игроки, которых за ниточки дергают, их основные кукловоды. Кто спросит, кто это такие, я могу сказать, когда приезжает Сорос вместе со своим сыном Александром и встречается с пилоси и говорит, мы очень довольны вашей работой, товарищ Нэнси, то уже дальше, дальше уже можно просто догадываться, за что благодарить Сорос товарища Нэнси. Тебе наши, я даже слово оппонент уже мне очень не нравится. Да плевайте на них. Не, не, не. Да не в этом дело, я говорю слово оппонент, уже оно себя дискредитировало. У нас нет оппонентов, Игорь, у нас оппонентов давно уже, у нас есть откровенные враги. Да, вот именно, они на это тебе бы сказали, вот что вы хотите, госпожа Пригова? Вот встретились два немолодых человека, они давно дружат, вот действительно один из них занимается много лет бизнесом, благотворительностью и прочими делами, и он сказал другому, которая законодательница, много лет работающая в Конгрессе, что он, он, как ее избиратель, доволен, как она работает. Что ж плохого? Я бы спросила, за чей счет играем, поем, живем и все. За счет вот этих глобалистов. То, что сейчас у нас происходит в стране, это четкое выполнение заветов глобального мира под названием Build Back Better. Это программа, которая совершенно соответствует программе Организации Объединенных Наций за 2015 год, программе Всемирного Экономического Форума 2030, программе всеобщей вакцинации Всемирной Организации Здравоохранения, которая в кармане у тех же глобалистов, у того же Китая, и такой у нас есть Гибресус, который отвечает за эту организацию. Он просто назначен, был Китаем, он является их человеком, наш человек в ВОЗ. Точно такой же человек в ВОЗ, социалист, социалист из ООН, утерыш, он тоже выполняет свою поставленную задачу. Если вы посмотрите на Объединенную Европу, там у каждого первого висит такая табличка Build Back Better. они выполнены вселенным экономическим форумом. Все. О чем дальше говорить? Интересная вещь произошла. Конечно, мы не можем мимо нее тоже пройти, а именно об образовании некоего тройственного союза между нашей страной, Австралией и Британией, и, ну, в общем-то, очень негативным к этому отношениям, в первую очередь, Франции, потерявшей крупный контракт. И вот интересная вещь случилась. На самом деле, те или иные страны вольны делать любые союзы и так далее. Мы прекрасно знаем. Вот сейчас, скажем, такая есть организация ШОС, она приняла в свои ряды Иран. Ну, то есть, нормально, сейчас там страны вполне себе как бы далекие от терроризма, принимают в свои ряды террористическую страну. Замечательно. Вот, так почему же здесь возник такой сыр-бор? Ну, деньги, понятно, но все-таки. Дело в том, что это говорит о всей политике Макрона, я помню, как хорошо его все встречали. Вот, Надежда, вот приедет Макрон, он у нас теперь новый лидер, новые лица Европы. Эти новые лица Европы оказались старой задницей, которая выполняет совершенно чужие заказы. Потому что пешка и пустышка, каким является на самом деле Макрон, она ничего не может. Вот ты напомнил о Тройственном союзе, американо-британско-австралийском. У каждой страны, как говорил в свое время великий Черчилль, у Англии нет друзей и врагов, есть интересы. У каждой страны есть свои интересы. И когда глобальный мир живет по своим интересам, то своя рубашка и своя защита гораздо ближе, и свои деньги ближе. Я сегодня могу тебе сказать, что, помимо всего прочего, Франция еще и со Швейцарией сегодня бьет полным ходом горшки по поводу самолетов. Потому что Швейцария ведет себя так, как и Швейцария выгодно. И каждая страна будет себя вести так, как выгодно этой стране. Я приветствую Тройственный союз. И чем больше вот эти союзы будут разъединяться, потому что общее у нас есть, допустим, НАТО. А НАТО давно не неспособная организация, потому что я напомню, что когда американцы выводят свои войска из Афганистана, НАТО молчит. Там, где нужно помочь и поучаствовать, НАТО надувает щеки и молчит. Потому что ни один конфликт организация объединенных наций тоже не устранила. НАТО где-то участвует, где-то не участвует. Но то, что сейчас происходит в мире, каждый день где-то что-то что-то идет. Вот сегодня конфликт, например, между Сербией и Албанией. Да? Да, я еще не успел это почитать. Ну, постоянно какие-то конфликты. Не, ну, понятно. Там давно вот эта непримиримость между этническими группами, между религиозными людьми. Но конфликт есть. Я когда слышу Балканы и слышу о каком-то конфликте, который из ничего возникает. Из-за номеров. Потому что сербы ездили тоже Косова со своими номерами, а албанцы со своими. Ну, короче, нашла коса на кайне. это понятно. Политический предлог нужен. Нужен предлог всегда. Предлог для разжигания любой войны. Но то, что Париж себя сейчас вот так вот ведет, он обвинил Министерство обороны Швейцарии в продолжении переговоров с другими производителями самолетом, в том числе французским производителем. Ну, ну, тут Лена, экономически ты вспомни, что и Боинг в общем-то с их европейской был на ножах. Понятно, там идет за заказы борьба и все прочее. Но я хочу тебе радостное вот это для Бориса специально и для таких как Борис я хочу сказать, что те требования, которые предъявляют нам простым смертным, можно сказать смердам, эти требования не предъявляются в том же Нью-Йорке к участникам Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая вот скоро состоится, а ну, там все будут без масок, заходи кто хочешь и в чем хочешь. И поставил их на место, кстати, знаете кто? Владимир Владимирович Путин, который сказал, что это нарушение хартии ООН в правах человека и заставляет людей ходить в масках. В общем, короче, мы живем вот в этом театре безумия какого-то, абсурда такого, и, честно говоря, я смотрю на это все, мне говорят, Рыбова все время смеется, да я не все время смеюсь, у меня как у Гоголя смех сквозь горькие слезы, только слезы я стараюсь как бы вытирать вне профессиональной деятельности, потому что иначе в противном случае, но вот страшную же я вещь сказала сегодня уже, о том, что детей собираются малых с 11 до 5 лет вакцинировать, это каким нужно родителем быть, чтобы убить своему ребенку естественный иммунитет, это уже доказано наукой, что естественный иммунитет вырабатываем, он лучше сражается с любой вакцин, с любым вирусом, нежели вот эта вакцина, которая ничего не гарантирует и ничего не дает, потому что нам сначала говорят один, одна прививка, бустер сделать, потом оказывается этот бустер не всем нужен и не всем можно, и наука сама не может говорить, я верю в науку, верите ли вы науку, как верю в нее я. Не, ну, понимаешь, кстати, позабыто, сколько прививалось от гриппа, кто-то не прививался, и кстати, спокойно, никто тебя за фолдыни не тягал, иди прививайся, да, и тем не менее от того же гриппа, вот того самого обычного, да, я не знаю, модификации их разные, но умирало, как я помню, статистику, 200 тысяч человек в год, и это не вызывало каких-то вот таких вот, ну, вокруг этого вопроса, больших споров, ломания копий и так далее, и самое главное, тем, кто действительно так или иначе заболевал, им, да, им рекомендовали других не заражать, надень ту же маску, если куда-то там выходишь, но это нормальная история, но когда что-то делается в обязательном порядке, возникает вот тот самый вопрос, кто уполномочил людей вот в такие ситуации ставить, тем более, это убивает еще, помимо всего, не только людей, их волю и так далее, но и экономику, потому что, посадив, сколько миллионов людей, отправив в локдаун, то есть, а теперь проблема, ну, я не знаю, может, сейчас как-то она рассосется, когда закончилась, вот это, то есть, чека получения, без работы, то есть, может быть, сейчас начнут возвращаться? Игорь, у нас проблема, конкретная проблема с поисками рабочих, людей, вот об этом, да, это просто, вот я разговариваю с разными бизнесами, люди в шоке, они не могут найти ресторан людей, они не могут найти никого, потому что любая халява, такая социалистическая, она убивает, прежде всего, экономику, она убивает все, абсолютно, и вот то, что у нас происходит сейчас на наших глазах, разрушение страны, разрушение ее принципов, потому что капитализм не предполагает всеобщей вот этой халявы, он предполагает совершенно другие вещи, каждый должен работать и зарабатывать, но когда человек не хочет работать, и за то, что он не работает, он получает деньги, да, были объективные обстоятельства, сейчас пора уже забыть о том, что было, и начать работать, надо восстанавливать это все, но это никому не нужно, и то, что день следующий нам подготовит, никто не знает, что это будет, никто не знает, как будет, никто не знает, как поведет себя наше правительство, наше руководство, я одно знаю, в Нью-Йорке у нас есть мэр Деблазио, который по уровню своего дебилизма дебилизма. Ну, мы можем помериться. по уровню своего дебилизма не отличаются от вашей мадам Ледкоступовой. Лен, вот смотри, ты говоришь про то, что люди, да, не могут и найти работу и так далее, вот мы обвиняем некоторых наших сограждан, не будем говорить, каких все, и так поймут, что они в нескольких поколениях не работают, да, ну, то есть, ну, вот так получилось, а это же создание ситуации. Вот тут люди год-полтора не поработали, у них уже выработалось вот это все. Смотри, сколько даже высокотехнологических там компаний, и то многие заявляют, а давайте мы так и будем продолжать дома, нам так удобнее работать. А прикинь, те же в три поколения не работающих... А ты помнишь Дарвинскую теорию, труд сделал из обезьяны человека. Так вот, продолжение этой теории, что отсутствие труда и нежелание работать превращает человека сам знаешь кого, примата. Не гомо сапиенс, а просто гомо. Гомо. Да, хороший. Ну, то есть, как карикатуристы рисуют. Радостно, радостно. Вот это, помнишь, такая знаменитая карикатура есть по поводу вот как человек из той самой обезьяны становится человеком, а потом все идет в обратную сторону. Да нет, просто это называется деградация. Деградация. Деградация общества, она во всем всегда. Потому что, когда мне говорят о коммунизме, о социализме, о марксистских всех этих теорий, ты понимаешь, они всегда нужны, они вовремя сейчас пришли для того, чтобы доконать вот эту цивилизацию и на этом закончить. Потому что всякие теории, которые разделяет общество, которые дают нам возможность ничего не делать и все получать, всегда вопрос, цена вопроса, кто за это заплатил. Значит, у нас есть люди, которые будут платить налоги, и на эти налоги мы будем сажать себе на шею вот этих ижделенцев. Все зависит от количества ижделенцев. Каждое общество может своих стариков, детей, оно обязано содержать. Но когда кормушка, мне все время говорят о скандинавском социализме, там кормушка была маленькая и людей было мало. Ну все. Ну все. Спасибо вам. Об остальном мы расскажем как-нибудь в другой раз. Лена, спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова